Двое украинских военнослужащих погибли, двое ранены за минувшие сутки на Донбассе, сообщили в Минобороны. Боевики на востоке Украины обстреляли силы АТО из артиллерии. Тяжелое вооружение применили на Луганском направлении в Попаснянском районе. Также под огнем оккупантов оказались Станица Луганская и Старый Айдар. На Мариупольском направлении российские оккупанты из минометов обстреляли Красногоровку и Водяное. При этом выпустили более 80 мин. По всей линии фронта силы АТО зафиксировали семь беспилотников-оккупантов. Тяжелое вооружение применяли и на Донецком направлении. На Донецком направлении состоялось три обстрела боевиков, причем все с использованием тяжелого вооружения и все в разных местах. Противник нарушил режим тишины на Светлодарской дуге и в Авдеевке. Каждый обстрел продолжался от 30 до 45 минут. Враг выпустил по нашим позициям более 50 минометных мин. Один мирный житель стал жертвой обстрела боевиков. Мужчина работал охранником на территории агрофирмы в поселке Тоненькое. Во время огневой атаки оккупантов, которая началась в 11 часов вечера, он находился на работе. Во время обстрела на территории предприятия разорвалось более 35 снарядов, сообщили в областной полиции. Оружие так называемых диверсантов, задержанных ФСБ в Крыму, оказалось игрушечным. Оно предназначено для игры в страйкбол. Об этом сообщают волонтеры Международного разведывательного сообщества «Информ Напалм». Они проанализировали видео, на котором якобы зафиксировано задержание так называемых украинских диверсантов. На смонтированных кадрах российские силовики демонстрируют оружие, которое, по их словам, нашли у задержанных. На самом же деле это страйкбольный автомат. На фото обозначены провода для подключения аккумулятора. Также на видео пневматический пистолет. У него два зуба в задней части ствола. У пистолета Макарова, а также у газового и травматического аналога этих зубцов нет. И страйкбольные гранаты для заправки игрового оружия. Напомню, в ФСБ России заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе диверсантов украинской разведки. В Минобороны Украины эти заявления назвали ложью. Политика Евросоюза в отношении Украины не изменится с президентом Дональда Трампа в США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерико Маггерини. Она отметила, что позиция ЕС определяется не в Вашингтоне. И это касается как политики по Украине в целом, так и вопроса оккупации России и Крыма. Напомним, Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября.